Всем привет! Это Андрей Турцевич. У нас сегодня в студии такое приятное пополнение. Прибыл планшет Wacom Intuos Pro Paper Edition. Это планшет, который кроме основных характеристик Wacom, еще и обладает интересной фичей, возможностью рисовать по поверхности планшета, а точнее по листу бумаги, который положен на поверхность планшета, и сразу же вводить это изображение в компьютер. Распакуем его сейчас и после этого, через некоторое время, поделимся результатами. Вот смотрите, как красиво упаковано это устройство. Здесь двойной блок и две коробки внутри. Посмотрим, как это все выглядит. Здесь такие вот круглые отверстия, и через эти отверстия просвечиваются внутренности. Начнем вот с монохромной картинки. Здесь нарисовано такое изображение, модное сейчас, под раскраску. Тоже в модной стилистике. Вот одна из коробок, она на таких липучках, креплениях. И здесь, в этой коробке, у нас лежит, симпатичная штука, пенал для принадлежности. Вот таким вот должен быть пенал для художника. Это листы бумаги, для того, чтобы на планшете располагать их и по ним рисовать. Вот эта вот деталь, это крепление листов к планшету. Сейчас мы его посмотрим. Он располагается в соседнем блоке. Здесь такая вот ручка. Вроде бы с виду обычная ручка с гелиевым наконечником, однако она обладает опцией рисования по поверхности и чувствительностью к нажимам. 8192 уровней нажима. 8192 уровня. Поэтому, для того, чтобы вам рисовать по поверхности планшета, а точнее, по поверхности листа и вводить информацию, понадобится эта ручка. И, естественно, для нее необходимы расходные материалы. Вот здесь вот, в таком вот конвертике, вложены стержни запасные. Интересно, гелиевые стержни, они так сверху закрыты специальным шариком смолы. Для того, чтобы не... Для предотвращения высыхания. Ну, вроде бы мы здесь эту часть посмотрели. Теперь заглянем во вторую половину упаковки. Не будем даже закрывать. Отложим в сторону. И теперь переворачиваем, посмотрим, что у нас с этой стороны. А здесь у нас вот такой вот цветной рисунок. И вторая коробка. Да, если такой подарок дарить художнику, он будет человек, рисующий в восторге. Потому что здесь, в этой конструкции объединяется, в этом изделии объединяются и аналоговые, и цифровые технологии. Ага, здесь расположен, собственно, сам планшет. Сейчас новые планшеты Ваком Интуоз тоньше стали. Говорят, используются новые конструкционные материалы. Так что планшетик совсем тоненький. При этом, по паспорту он весит 700 грамм. Видите, его можно разворачивать как под левую руку, так и под правую. Рабочая поверхность. Вот именно к ней должны крепиться листы бумаги. И здесь настраиваемые клавиши и кольцо. Выбор режимов. Все это хорошо вам должно быть знакомо. Если вы пользовались такими планшетами, то наверняка уже настраивали ваш Интуоз под Windows и под Mac. USB кабель. Планшет подключается по USB. У Вакомов длинные кабели. И это дает возможность в самых разных положениях подключать устройство. Это подставка под ручку. Ага, здесь вот так вот. Open. Я нажимаю сместить. И видите, здесь в этой подставке хранятся запасные наконечники. А сама, собственно говоря, ручка. Вот она. Здесь полностью поддерживается и опция прямого профессионального ввода. То есть все возможности Ваком Интуоз Про. И реакция ручки на нажимы и наклоны. 60 градусов допустимый угол. И 60 степеней наклонов. Эта ручка поддерживает. То есть можно такой каллиграфический штрих проводить. Имитировать кисти. Очень большая то же самое. 8192 степени реакции на нажатие. Так, что у нас здесь? Ага, здесь образцы поверхностей. Вы можете заказать дополнительные поверхности. Вот эта поверхность съемная. И у производителя можно заказать поверхности в зависимости от того, какой стиль рисования вы предпочитаете. Rough грубый. Standard стандартный. И Smooth более гладкий вариант. И, наконец, здесь такая вот инструкция по быстрому старту. Ну, смотрите, быстрый старт. Подключаем планшет к компьютеру. Кладем рядом ручку. Поворачиваем нужной стороной. Устанавливаем программное обеспечение. И вуаля, мы в деле. Ну, и давайте посмотрим здесь тоже такой для поднятия настроения цветные колечки, которые можно надеть на вашу ручку в зависимости от того, для каких целей она используется. Ну, так, у продвинутых упакомеров, у продвинутых художников предполагается, что должно быть несколько ручек. И было бы логично их пометить. Вот если я открою сейчас вторую коробку, то здесь вот этот вот зажим. Вот он. Извлечем его из упаковки. Этот зажим крепится к клипсу, фактически. И эта клипса закрепляется на планшете. Ну, а под нее мы уже подкладываем лист бумаги. Вот здесь листы тоже можем посмотреть, попробовать. Пока не подключаем, как это все выглядит. Значит, подкладываем лист бумаги. Прижимаем его к клипсу. Дальше я знаю, мы это попробуем. Прижали к клипсу. И после этого вы берете ручку. В тот момент, когда планшет подключен, касание производите. Индикация должна появиться. И с этого момента информация вводится в ПК. Ну, вот, в общем, я надеюсь, что вы вместе со мной получили положительные эмоции при распаковке этого замечательного гаджета, который упакован просто в крутую VIP-подарочную упаковку. И теперь с нетерпением ждем момента, когда можно будет испытать планшет и поделиться с вами результатами. Что на что способен, как осуществляется этот ввод, можно ли в растровом, в векторном формате вводить изображение, насколько хорошо реакция на нажимы и как реагирует на наклоны основное перо. Все это вы узнаете в ближайшее время из нашего обзора планшета Wacom Intuos Pro Paper Edition. А я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Турцевич. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Это нам важно. До новых встреч!